За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений на линии фронта. Всего враг нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам в непосредственной глубине от переднего края. Кроме того, Российская Федерация атаковала Украину 29 ударными беспилотниками, это в прошедшие сутки, типа шахет-136-131 с юго-восточного направления. Противовоздушной обороной уничтожено 24 вражеских шахета. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Кстати, опубликованы нашими командованием воздушных сил Украины, опубликованы видео, рекомендую погуглить его. Посмотрите, как в Румынии, в Румынии, в приграничных населенных пунктах на телефоны, на видео снимают, как работает система ПВО, наши системы ПВО по шахедам. А шахеды, вот это, кстати, к вопросу, трудно ли сбивать, а шахеды летят вдоль государственной границы между Румынией и Украиной. То есть там работа должна быть ювелирная для того, чтобы, опять же, не стрельба в сторону Румынии. Вы же понимаете, это совсем другая история будет. То есть они стараются программировать как можно хитрее для того, чтобы эти шахеды достигли цели. Но, к сожалению, наше ПВО старается, работает и уничтожает большую часть этих шахедов, чтобы максимально меминизировать урон, который они могли бы нанести. Авиационные удары наносились по территории Украины в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Под артиллерийским огнем врага оказалось более 110 населенных пунктов, как вдоль государственной границы с РФИ, так и вдоль всей линии фронта. И удары наносились в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Далее у нас идет зона ответственности группы войск Север, Волынское и Полесское направления. Тут оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Словожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие и обстреливает, я уже говорил, в Сумской области авиационную и Харьковской наносил. А в Черниговской, Сумской и той же Харьковской области наносил еще и артиллерийские удары по нашей территории. Наша артиллерия пытается работать по подавлению огневых средств противника, если успевает. Также враг пытается проводить диверсионную деятельность с попытками заходов на диверсионных групп врага на нашу территорию. В Сумской области были боевые столкновения на государственной границе. Противник был отбит и не удалось ему проникнуть на нашу территорию. Но там обстановка контролируемая, тяжелая, но контролируемая. Далее у нас идет зона ответственности группы войск Хортица. Купинское направление. Здесь пока что оккупанты не расшевелились. И несмотря на то, что мы считаем, что перегруппировка закончена. Я вчера вам рассказывал варианты, где они могут начать движение с попыткой возобновить наступательную операцию. Но пока никакого движения нет. Кстати, 7 число. Некоторые связывают это день рождения Путлера. И некоторые связывают это число с тем, что расширские войска могут попробовать начать наступательную операцию на рубеже Кременная Сватова. И вот здесь же сразу Лиманское направление. Там силы обороны отразили 4 атаки врага в районе восточной Макеевки Луганской области. Новоприбывшая сюда, на этот участок 25-я общевойсковая армия РФИ пытается возобновить инициативу, прощупывая нашу оборону. То есть, простым языком говорят, что за прошедшие сутки силами и частей подразделений 25-й общевойсковой армии РФИ было предпринято 4 попытки провести разведку боем нашей обороны. Вот такая вот ситуация. Поэтому ожидаем, ожидаем завтрашний день, ну я думаю, что может быть даже и выходные. Может быть такая вероятность. На Бахмутском направлении, тут наши силы обороны Украины имели успех восточной Авдеевке, мы продвинулись вперед. Андреевке, извините. На Бахмутском направлении наши силы обороны имели успех в районе Андреевки. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Делиевки. То есть, контратаковал на наши войска, ничего не получилось. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и техники и закрепляются на достигнутых рубежах. Кстати, по информации того же института изучения войны американского, есть некоторые участки на рубеже Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, есть участки, где наши силы обороны Украины перешли железную дорогу. На одном из этих участков, там еще южная окраина Бахмута, там тоже мы перешли железную дорогу, на одном из этих участков, не уточняется на каком, говорят, генштаб потом скажет, постфактум, наши войска уже формируют плацдарм за железной дорогой. То есть у нас на южном фланге Бахмута есть довольно неплохой успех. Я бы уже даже не стал называть его тактическим, скажу, успех. Далее, зона ответственности оперативной группы войск Таврия, Авдеевское, Маринское направление. Тут противник продолжает безуспешные штурмовые действия, как в районе Авдеевки, так и в районе Маринки и Новомихайловки. На Маринском направлении было 14 атак наших позиций. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Враг понес потери и откатился на исходные рубежи. Далее, ну тут надо, наверное, уже отметить, что пошел 20-й месяц активной фазы боевых действий за населенный пункт Маринка. Вот такую вот дату мы сегодня фиксируем в оперативной сводке. На Бердянском направлении. Тут наши воины отражают от контратаки врага. В районах населенных пунктов Золотая Нима и Водяная не увенчались успехом. Ни одна контратака. Мы держим рубежи. Мы наносим огневое поражение. Противник несет потери и откатывается на исходные позиции. Мелитопольское направление. Тут в районе Работина мы отбиваем контратаки рашистских войск. На Новопрокоповке тоже там пытаются контратаковать. Мы наступаем, они пытаются контратаковать. Но я вам же говорил, что в принципе вот на Мелитопольском направлении там практически на всех участках, как на передке, так и на флангах, там идут встречные бои. Наше продвижение постоянно пытаются контратаковать рашистские войска с целью остановить продвижение. Ситуация очень динамичная. Иногда им удается остановить наши войска, иногда даже наши войска отходят, как это было в Новопрокоповке. Мы отошли там с одной позиции, но потом мы эту позицию вернули. То есть фронт динамичен, он движется в разных направлениях, но тем не менее мы постепенно продвигаемся вперед, при этом изматывая противника в довольно тяжелых боях. Да, иногда бывает там затишье, то есть небольшие, но это связано с тем, что обе стороны изматываются в тяжелых боях. Но противник уже проводит ротацию, перемещает десантные особенно полки, они больше всех претерпели в потерях в личном составе техники. Части 42-й мотострелковой дивизии тоже отводятся на перегруппировку и докомплектование, потому что теряют боездатность из-за огромных потерь. Так что там ситуация развивается, я так понимаю, что ситуация развивается по плану. Разгенеральный штаб продолжает, упорно продолжает наступательную операцию именно на этом оперативном направлении. Продолжение следует...